бусики мои чуполина с вами смотрите у меня уже болячки а я не сниму ой привет я не лагаю нормально все кристина леонтьева привет привет слушайте это так удобно реально ты проснулся уже очаровашка основной не хоть не на совсем забанили да нет не на совсем короче я не знаю каким макаром я вчера не смогла заметить открытую грудь свою которая виднелась из-за кудряшки там блин но типа из-за этого меня и фиганули я тебя расстраиваюсь потому что должен был стартовать мой гиф пипец и короче вот так как дела какие планы планы грандиозные как у наполеона завоевать инстаграм ну и так далее кристина тебе очень идет такая прическа спасибо не тянет больше корни вот здесь по бокам только тянет вот здесь и вот здесь тянет но у меня здесь уже такие болячками просто очень чувствительная кожа меня даже когда я наращиваю просто капсулу меня тоже такая же фигня то есть это не именно из-за этой прически именно из-за того что тянет голову вот здесь вот у меня здесь болячки всегда так что с бровью а бровь живет своей жизнью на самом деле у меня вот здесь вот шрам с детства у меня здесь вот и кажется что брови разные поэтому мне приходится дорисовывать вот здесь вот кончик уголок да сохраню эфир куда же денусь летом планируете отдых но вообще как бы хотелось бы конечно куда-нибудь уже свалить но не знаю у нас проблема в том что у нас две собаки мы не знаем кто за ними может присмотреть или куда их отдать и вот какие-то отели вот эти вот для собак для животных я на самом деле очкую я настолько люблю своих собак что я не доверяю поэтому не знаю кристина почем делала эти кудры если не секрет то нет не секрет 12 12 тысяч по моему или 13 12 по моему как их делают объясни короче тебе плетут косички из твоих волос такие по всей голове и на к не называются ну короче обычные косы вот это заплетена моя косичка вот тут видите да вот так вот она идет по всей во всей голове заплетены косички я выставляла же в stories как у меня было забыть и потом вот здесь вот в передней части лица каждая волосинка продевается специальной спицей и завязывается то есть по волоску вот здесь вот а тут сзади пришиваются как треса самара привет кристин куда ходите отдыхать в московском в московском никуда а здесь некуда сходить только и китория если и кино больше никуда как дела с ветер с ветер с ветер с ветер это отдельная вообще история пока никак пока никак но завтра у этой сучки день рождения конечно я ее поздравлю в instagram не знаю попробую позвонить поздравить машина уже отошла привет владивосток а где твоя любовь моя любовь спит взять и спит а как их снимать вообще их вот так вот обрезают полностью короче вам потом покажу как буду снимать ведь остается вот такой вот как пацанячий кудряшки их срезают и потом просто их это ну снимают вот так вот каждую тресы тоже разрезают и косички твои расплетают все не тяжело волосы такие носить но конечно первое время казалось что это вообще голова не моя у меня было такое чувство что мне просто пришли парик какой-то какой-то такой вот но меня очень сильно радует что мыть бошку надо раз в 10 дней губкой короче берешь губку намыливаешь и вспениваешь и вот так вот пену накладываешь но вот косички вот эти вот потом водой смываешь привет привет в карелии не было нет конечно конечно будут если помоешь голову как бы кудря не останутся кудрями то есть ничего такого с ними не произойдет это же искусственные волосы это не настоящие ничего не будет вы же в детстве барби мыли барби ну так она писала что отошла уже кто писал стоит оля уже отошла я просто не смотрю ее stories и она у меня не в друзьях она писалась мне я от нее тоже будешь еще у нее на дыре отплясывать помиритесь я чую думаете а я даже наряд не купила чё думаете стоит поехать наряд купить что ли но я тоже не хочу так типа знаете звонишь подружки поздравляешь с днем рождения она только ну ладно приезжай но мне так не надо ты либо хочешь меня видеть на своем дыре либо ты не хочешь меня видеть на своем день рождения я такой чехардой сама не занимаюсь то есть знаете вроде ты человека как-то обижен и него недолюбливаешь и он звонит тебя поздравлять и такой знаете про между слов только потому что празднуете ты такой ну да если хочешь приезжай не мне так не надо что за эффект ресниц ой не знаю первый раз сделала делаю алену котова nails ну короче мне очень понравилось в этот раз сколько стоит такая прическа я уже отвечала кристина кто помог восстановить аккаунт помоги ой у меня очень хороший помощник но его вот все блогеры и мне кажется его все знают а как и мне помогает очень хороший мальчик так привет из донецка мирите с ольгой какой цвет волос очень нравится вот этот сейчас а я не знаю как он называется и вообще не знаю вас есть парень нет парня нет здесь крестники ой скоро будет мы будем крестить мишель и мадинку я крестной в мадинке мои мои лапочки я сделала себе такие кудри и в этот же день сняла мне было очень неудобно и все тянуло да вы знаете я слышал уже такие истории что не выдержит меня аленка она делала себе брейды или как они там за короче такие вот косички воды знаете пацаны завязывают так вот такие короткие косы она заплеталась себе ее хватило на несколько часов потому что это же тянуло она не могла короче не выдержала я как-то спокойно к этому отношусь но ради красоты я готова и потерпеть но то есть депиляцию мы можем терпеть хоть это и секундная но это больно ну не знаю наращивание у меня было наращивание просто голливудское это тоже косичка плетется вокруг головы да кстати наташа богданова привет очень люблю эту девочку и просто нашиваются твои трессы я ходила мне было нормально не знаю это дело привычки это каждого свою кто-то может терпеть кто-то не может свои волосы лучше но не знаю я не могу мне кажется мои волосы мне прибавляют так десятку точно лет а так я как тинейджер боитесь ли вы смерти не знаю но когда что-то происходит наверняка будет страшно да если ты там наверное страх есть у всех умереть конечно наверное да так нужно нежданчиком приехать я кстати думала об этом приехать нежданчиком но потом подумала вдруг она будет не рады или выгонит меня не знаю сидеть и вдруг она будет настолько не рада меня видеть что я испорчу и просто настроение не знаю если у вас пакет с пакетами конечно ребят вы чё сейчас даже покажу конечно есть вот они все как надо так сколько стоит прическа скажи еще раз пожалуйста ребят прическа стоит где-то 12-13 тысяч носится такое чудо около месяца я считаю ради такой красоты можно и потерпеть вот это вот это вот все берете ромашку ромашку завариваете ее выливаете в пульверизатор пульверизатор короче вы поняли вот эту штучку и разбрызгиваете по голове и все у вас ничего не будет не тянуть не чесаться но у меня руки не доходят до этого но аленка сказал что сегодня мне это сделает как крепится эти волосы я уже рассказывала вам просто нужно поговорить живую они истории сами поорать друг на друга и все будет гуд но если честно как бы я ольгу очень люблю даже несмотря на то что мы там наговорили в stories и так далее и очень сильно люблю для меня это вот осталось вот лучше подругой это правда я очень дорожу нашей дружбой и на самом деле уже не знаю как мне загладить свою вину дело в том то что я даже не понимаю на что человек обиделся понимаете я не понимаю просто на то что я выложила видео или в stories и не знаю так по телефону не поздравляй сразу едь к ней но я подумаю над этим можете написать мне версии в директа мы с вами обсудим это кому интересно почему не у мишель ну почему не у мишель потому что у нас есть еще старшая сестра яна который живет в тольятти она скоро приедет кстати к нам гостя и и на так решила но я сама хочу просто модинку я все там спрашивают почему ты не снимаешь так мы один один взрослая девочка ей 11 лет она умненькая девочка она очень добрая на все понимает прекрасно что мишель просто маленькой и пока она маленькая все на дни так сюсюкаются но и это не означает то что если я много снимаю мишель и значит я не люблю мадину и мадинка прекрасно знаю что ее я люблю очень очень сильно там да я очень сильно люблю и поэтому я решила я и сама хочу быть крестную мадишки а я на хочет у мишель поэтому все просто у нас даже как-то руганий за этого не было с кем хорошо общаешься из дома 2 ой вы знаете хорошо общаюсь уже не с кем уже с ольга ветер тоже хорошо не общаюсь но так поддерживаю вот вы замечаете да я с вами разговариваю сама чешусь это уже какое-то это надо ромашку развести короче с кем я хорошо общаюсь я хорошо общаюсь с надей ермаковой я очень хорошо общаюсь с ольга ветер но общалась да я очень хорошо как бы нормально общаюсь с гози хотя сейчас на данный момент я очень расстроена и огорчена этим человеком я на нее даже не подписано то мои внутренние какие-то дает вот то больше ни с кем наверное на херам никто никто не нужен не люблю знаете вот у меня все вот я такой человек я очень добрая и зачастую многие люди этим пользуются я не говорю про конкретных людей я реально очень добрая и когда у людей что-то случается я всегда приду на помощь всегда я даже это даже не обсуждается я реально верный и хороший друг но когда случается что-то у меня и когда я прошу о помощи я не понимаю людей которые элементарно не могут допустим выставить stories вот смотрите ситуацию меня заблокировали первый раз аккаунт не заблокировали первый раз аккаунт это было вот 23 марта я попросила простугой зас я говорю сошел зайчик пожалуйста можешь выставить чтобы люди меня не теряли что я на этом аккаунте на втором но человек как бы не выставил я не знаю это это так сложно или что или ты боишься что ты проснешься у тебя будет не миллион подписчиков а что два подписчика что я этого не понимаю ну как бы блин мы все все блогеры все друзья мы все должны друг другу помогать это правда я помогаю всем мне не жалко реально мне не жалко и я вот этого вот поступка и и не поняла ну окей раз наше общение переходит такое русло значит такое почему все задают вопрос почему я не общаюсь с марией ках но потому что для меня она лицемерка объясню почему кстати маша ходит там и у всех знакомых спрашивает почему же кристина и и заблокировала хотя у нее есть мой вот сап она могла с у нее и волнует этот вопрос она могла бы мне написать или позвонить но видимо у человека мозг просто не доходит до этого я объясню что произошло такая ситуация когда я сделала камин аут и признала что я живу с аленой под фотографией кахно мне пишет позже вы такая пара чмоки-чмоки сердечки многочисленные и так далее она начала это писать и потому так классно так классно и тут же и тут же она заходит в прямой эфир со своей мамой и начинают меня полоскать то я вообще в шоке она с бабой живет это вообще-то уму непостижимо я в шоке она что больная она не нормально ее мамаши там подпердывает на заднем фоне я просто не стала разбираться и просто эту лицемерку кинула в блок это как но это я тебе отвечаю если у тебя есть вопрос почему я тебя блок кинула потому что ты меня первый раз подставила и ты помнишь когда сочи я тебе простил эти ноги не переломала за это ты меня второй раз вот так вот просто лицемеришь третий раз и сломаю ноги поэтому лучше не трогай меня короче таких людей не понимаю я не ты либо 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 принимаешь это и либо тебе это нравится либо ты этого никак не комментируешь не касаешься тебя как это касается вообще я же не говорю что ты там пехаешь с мошенником который там бандит какой-то правильно но мне же это до этого вообще глубоко с кем-то постель делишь и не надо лезть в мою постель вас это не касается все все просто нас тольятти по ходу всех добрыми растили раньше теперь страдаю ой вот вообще про ли она даже разговаривать не хочу много чести правда а я сохраню эфир вот девочки пишут как делается эта прическа я сохраню эфир вы сможете посмотреть потом так что плохого в том что аленка много готовит молодец умничка домашнюю еду кушает нравится ей готовит крис нравится кушать она кушать все просто чтоб все правильно если оля с тобой помириться то она не умная потому что с такими друзьями как ты врагов не на дядь миша то вы пухленькому привет соберите совет мне так нравится когда люди раздают советы вообще не зная людей вот знаете я понимаю если бы мне это сказала моя сестра там допустим кресты хреновый друг или лучшая подруга сказала вот знаешь крестин ты реально хуёвый друг я бы еще поняла а люди которые раздают советы которые вообще не знают ничего вообще вы видите и знаете ровно столько сколько мы вам хотим показать вот вообще вы ничего не знаете понимаете почему я не могу найти твою страницу даже когда она в блоке потому что она в блоке поэтому не можете найти крестинца женщин не прощения девочки ну пожалуйста я вас умоляю что за вопросы ну вы вы реально издеваетесь надо мной что ли смотрите порнуху а google вам в помощь не знаю хватит чесаться не очень смотрю не могу прямо узнать на кто чешется все такое же так и сказала что ты хуйня друг или не так но если ольга так сказала если ольга так сказала то действительно не имеет вообще никакого смысла примирение в общении и так далее если она действительно так считает а если она это сказала от злости просто да потому что ну как бы вот человек злится это другой момент то есть понимаете конечно нужно следить за за тем что ты говоришь потому что я всегда говорю когда ты говоришь на человека что он дурак а потом подходишь и говоришь о извини пожалуйста это не означает что ты перестал на него думать что он дурак понимаете не бывает такого то знаете человек олень мой такой придурок извини пожалуйста я пошутила да нет такого не бывает значит реально думаешь что он придурок так где алена лен спит если бы вам дали книгу жизни написанную до конца вы бы прочитали я не нет и прочитала бы конечно у меня был бы жесткий интерес я бы ее сожгла наверное чтобы она мне глаза не мозолила нет и прочитала бы зачем это же так ну так интересно интересно было бы жить понимаете как правильно называется твое наращивание афра кудры так не говорила оля такого никогда ну вот и я не слышала дядь мишет сочи не собираетесь очень хочется очень хочется мы вот хотели после того как я перебавил лела к видом мы хотели поехать с аленкой отдохнуть но у нас не получилось опять же собачками некому было посидеть наверное это единственная причина почему я привязана и не могу куда-либо ездить надо что-то придумать с этим может быть когда приедет мама в мае в апреле может быть она посидит с моими собачками кристин арбуз или дыня я поняла прочего про что вы это холостяк арбуз арбуз однозначно и я увидела у как раз таки тимура у тимоти он говорил в эфире что он арбуз кушает с хлебом я тоже ем арбуз с хлебом с черным блин это так вкусно или с сухариками это очень вкусно обычные сухарики которые вы делаете в противне не те кириешки которые со специями обычные сухарики это очень вкусно балдежно поэтому вот здесь мы с ним солидарны детей как будете заводить кристина давайте вы не будете думать о том о чем вам думать не нужно окей не забивайте себе голову ненужной для вас информации так для тебя отношения с аленой это шутки по тебе это видно всю жизнь быть с мужчинами и хоп с бабы раньше ты нравилась мне как блогер и человек а сейчас одна клоунада вопрос какого хрена вы делаете на моей странице и в моем прямом эфире у вас дел нету сходите пол помойте выложите мужа не знаю сделай ему миньет не знаю иди кофе себе приготовь составь план на день купи ребенку не знаю трусики запасные шортики уже весна пора на дети растут займись чем-нибудь понимаешь не знаю они сиди у меня в прямом эфире особенно человека которого про тебя раздражает и который ты считаешь клоунаду для меня это маразм вот мне не нравится допустим какую и даже вот фамилию забываю все время вот мне не нравится это как коз вот видите вот так нужно вот так нужно делать как ее даже не вспомнил и начать певица короче меня раздражает одна певица вот реально я не знаю почему ржи песни не слушаю вот он не нравится она мне вот просто на меня раздражает я даже не разу я клянусь ни разу к ней на страницу не зашла ни разу вот мне человек раздражает понимаете не буду тратить свое драгоценное время на то чтобы посмотреть как бесячий человек там живет все просто ой классно ты их чешешь вот девочки пишет их чешешь нужно перестать около недели нужно перетерпеть около недельки они перестанут чесаться я тоже чесала первые два дня потом перестали они не чесались ну ждем я их не сниму точно на том 2 не собирайтесь соленая как вы себе это представляете у нас запрещенные однополые отношения как вы представляете что я на телевидении буду их строить это что это что за бред нет конечно надолго тебе хватит с такой прической я думаю до конца конечно как бы назвала сына или дочь наверное я бы думала об этом когда была бы беременна не знаю кристина втозагаром больше не пользуешься ответь умоляю пользуюсь вот сегодня хочу наносить пользуюсь ребят только короче я выяснила я кое-что выяснила срок годности ст морис или как он там полгода после вскрытия я короче намазалась им это вот для тех кто аллергик и чувствительная кожа вот внимание у меня сестра она не аллергик ей пофигу спустя полгода когда уже так сказать срок годности вышел по дате он не вышел срок годности а после вскрытия там можно пользоваться в течение полугода нужно его быстренько использовать короче прошло полгода я им намазалась я покрылся сыпью аллергической и подумала то что все птиц у меня помните уж тогда чесались уж я вся в крапинку было вот потом я намазалась еще раз мне такая же история пошла я поняла что это на автозагар потом я прочла в интернете везде там короче на банке написано что использовать нужно течение полугода его я поняла что я ему пользуюсь уже больше восьми месяцев купила новые вроде все нормально короче сегодня буду мазаться как мама относится к выбору твоему избраннику у меня мама потрясающий человек я ее очень люблю всем бы таким таких мам вот реально я ее очень сильно люблю и благодарна господу богу что у меня именно моя мама она не лезет в мою жизнь она никогда не считает мои деньги она никогда не ставит мы не какие-то не задают мне какие-то нелепые вопросы она никогда не лезет мою личную жизнь потому что это моя личная жизнь понимаете она может дать советы если ты ее спросишь не больше не меньше но никогда она не позвонит и не скажет кристина это что такое максимум что она может мне сказать кристина очень много мата в инстаграм все точка ты специально не читаешь вопросы про отношения с аленой отвечаешь только на те которые тебе выгодно отвечать логично может быть потому что вам не нужно знать ответы на те или иные вопросы может быть вам нужно перестать просто сувать нос не в свое дело эмилия вам не кажется а алёна из какого из брянска из брянска она арбуз с хлебом бомбы до печенье с арбузом бомба блин а вы когда-нибудь ели печеньки со сгущенкой я сейчас вспомнила что-то так на мы постоянно в лагере когда сынкой были приезжали родительский день был постоянно приноси привозили сгущенку и печенье прям к рожи же пример были так вкусно так а голову вообще не требуется мыть не жирнеют корни вот сейчас и проверим нет нету дел бедненькая ты несчастник у неё дел нету ёб твою мать на эти жопу покачай но реально завтрак приготовь эти смотри сколько вариантов уже придумала иди в душ сходи прими расслабься пену наведи короче 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 вчера разговаривала свекуська романец новая функция в инстаграм короче когда ты блокируешь человека там высвечивается такая функция что заблокирует допустим не знаю эмилию и все будущие созданные ее аккаунты то есть если она будет создавать левые аккаунты они все автоматически будут блоки это потрясающая функция вообще просто дядя миша скоро все будет караулова блин и спасибо про певицу которая меня раздражает помните вам говорила караулова вот она меня просто дико бесит я не знаю ее как человека но просто она меня раздражает но не нравится она мне не нравится не ее песни то как она одевается не только как она выглядит не ее голос вообще ничего мне не нравится понимаете но тем не менее я никогда не зайду к человеку и не буду писать ей какие-то там не знаю гадости или ты меня бесишь то зачем мне мне своих дел по горло мне еще заняться нечем нет ни лобода вы что-то бузова господи то нет пике мне написала караулу ой я уже так ой я я где-то там вообще это не вижу ваши это только за столько вопросов уже нет квартиру уже все не вернуть забудьте про квартиру забудьте про пухлого все почему-то я так и подумал у нее голос бесяти да и на это то же самое тоже не захожу интересно кто такой дядя миша что с ним так подсела на ваши stories и на аленка теперь спать не лягу пока вас не посмотрю так приятно спасибо большое когда ленка отправит подарки ох ребят да мы будем отправлять на этой неделе потому что уже пора мы заказали объясню почему мы так долго отправляем мы заказали на пакет 24 липак 24 там пакеты специальные чтобы оформлять все дома привозить на почту и сразу быстренько их отправлять потому что стоять по четыре часа стоять по четыре часа на почте это не 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 есть хорошо где цать заходишь ой заходила недавно но у него так редко посты выходит и почти он stories они снимают поэтому там тоже не интересно кризис расскажи как поживает светлана торба это кто такой знакомый не знаю тут такая а губы буду еще делать да поеду поеду я тоже на инку подсела модишка очень хорошая девочка воспитываем один к очень классно а эмилия я уже это все убрала ее отсюда что было вылаживай что-то вылаживает чё кризис снимай побольше тикток спики с модишкой это очень здорово это очень артистичная девочка очень-очень некоторые видосы по 50 раз присматриваю жжу в голос хорошо обязательно спасибо как поживает халявин не знаю ольгу не все рай как поживает халявин только не знаю амадина от блогера нет у нее другой папа как там помидоры виталика я не знаю спросите у инны а кристин давай побольше stories автозагаром тоже заказала но боюсь масса чё боитесь-то да ладно господи волков боятся в лес не ходить потом смывается нормально все почему алена с виталиком плохие отношения почему плохие так мне сейчас минутку что тут ой господи как же вы меня достали нафтезина зависимая я нет аленка да я нет у меня бывает когда я простыну закладывает нос и пользуюсь капельками ты куришь сигареты нет уже есть восемь наверно не знаю может полгода а что за автозагар одежда не пачкает 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 любой автозагар мне кажется пачкает почему постоянно дома сидишь как же постоянно дома сижу наоборот блин мне кажется я дома блин провожу время от силы часа три блин то когда сплю а как бросила курить а я на электронку перешла вот на такую хотя они тоже вредные ребят почему привет пропускать что я в конце эфира буду всем привет кать привет 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 я тоже нагло подсела сигареты не переношу а я негло не переношу не айкоса ничего такого приветики соня у вас там дождь да у нас дождь спортленд редко ходишь блин да надо я все время так все завтра пойду спорта и опять у меня дел по горло опять то опять все 3 10 короче из меня такой спортсмен зайчики не надо повторять вопрос по 150 раз и если я на него не отвечаю это значит ничто я его не вижу это означает что это вас не касается нет кальян не люблю цвет зубов и не отбеливаю долго работала в такси господи месяца три наверно да на море конечно поедем отдыхать когда-нибудь я надеюсь спасибо большое где купить такую сережку а где я покупала я кину ссылочку где я покупала чем ты занимаешься не работаешь вот почему все так хотят чтобы я пошла в рабство пошла работать не хочу я работать работа и я это несовместимые вещи понимаете чё там крис когда восстановит страницу то хер его знает может сегодня может завтра честь косоглазия к согласия нет у меня раскосы и глаза то есть я иногда когда засмотрюсь куда-то мне могут там вот могу специально делать то есть это от мамы у меня у мамы раскосы глаза и у меня могут быть уехал мамочка привет я снова в блоке мамочка не теряй меня вот и мама пришла а этот процесс только хороших слов сказала мамуль что у меня самое лучшее покажи маникюр так нет это съемная квартира короче вот про спрашивают про маникюр который я сначала сделала потом через два дня переделала я нашла я же такой каля-маля сделала да он на фотка смотрится классно в живую такое чувство как будто облупленный маникюр который я не делала 400 лет короче я решила его переделать когда к джинси сладенькой скоро пойдем что с первой страничке в блоке поэтому мы не голосовали за тот маникюр да я теперь вас слушаться буду что с брови что с брови у меня ну что с брови вот здесь вот это шарам ёпы рассы ты всю жизнь у меня здесь шарам и здесь не растут волосы алло зачем коверкаешь слова и разговариваешь как ребенок это очень по дурацки еще наиграно это не ваше дело вы можете разговаривать вы можете жить так как нравится вам понимаете я живу так как нравится мне как кайфово мне я люблю так жить я хочу так жить я буду так жить мне мама родная ничего не говорит вы понимаете вы вообще вообще фильтруете вот это то что я вам говорю мне родная мать ничего не говорит собрались тут блять на дом 2 не хотела бы вернуться нет и считаю туда возвращаются люди которые не состоялись в нормальной жизни как люди любят давать ненужные советы как они любят сувать свой нос туда куда им вообще не нужно а еще больше меня раздражает вот это вот фраза ну ты же блогер будь добра принимай критику да пошла ты нах надеюсь мама уже вышла с моего эфира будет конечно окошко а я так и не поняла смысл этого арбуза ледыни блин я тоже не понимаю не знаю нет слушаю мама слушает вам этот матерюсь чуть-чуть валерьянку попей не раздражайся вам закрой ушки иди нахуй а сколько сколько ходить с такими кудряшками но около месяца три-четыре недели как приятно всех блокировать я прям могу я вчера сына переписывалась был вопрос про кроватку очень приветливая так приятно без короны да у меня вся семья такая хорошая какие планы на этот дождливый день планы были грандиозные планы были грандиозные сегодня должен был стартовать мой гиф аленка проснулась привет бакси я не снимаю тебя ты что проходи я в прямом эфире всем здравствуйте бакси пришла какие у нас планы на этот дождливый день на этот дождливый день были грандиозные планы но в связи с со всеми случившимися ситуациями где они обещают быть классным мама пишет ремень возьму и выпарю мам мне 31 тетя Лёва здравствуйте ты общаешься со старшей струй конечно вот недавно звонила и спрашивала как борщ приготовить вкусный объясню почему борщ я умею готовить просто борщ со свеклой она и борщ и щи у нее самые вкусные щи и борщ который вообще есть в мире это реально так мне кажется если была бы воля всех людей они бы наверное съехались на янкин борщ так вот но секреты она практически она вроде рассказывает как бы понятно не получается ни у кого такого борща вот я и звонила узнавать и как всегда у меня не получилось фильмец поезд смерти необычно как то любой спасибо бакси нужно на работу на садовод зай подумай об этом а вот можешь приедешь тебе понравится станешь там работать где ты находишься покажи я на кухне на кухне сижу кристин голова также чешется до чешется 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 еще когда вы напоминаете она еще сильнее начинает чесаться если вы еще раз зададите мне сейчас вопрос про бровь вы все полетите в бан я вам серьезно говорю серьезно здесь старшая сестра я даже не знала выложу как на совместный под с ней обязательно она скоро приедет к нам гости да нас три девочки в семье у меня инна я на и кристина я на самая старшая потом идет и я самая младшая кристина я она живет в тольятти она с мужем там живет в тольятти ее сын данил вот данил который мой племянник которым я вчера ходила с дианой вот данил это сын яны бакси есть место на обувь что с брови до свидания а где у тебя папа никогда не здрасте вы что наверное вы просто недавно папа у меня живет в тольятти он приезжал в москву жил здесь со мной в двухкомнатной мы жили с ним вместе он там живет с мамой просто ему не нравится он старой закалки у меня и москва для него слишком огромный город и он уехал обратно в тольятти ему там хорошо и комфортно у него там и и подружки и друзья и работа и мама и все Данил и Диана пара да так в блок до свидания ответь про ТЦ пожалуйста где он находится какой ТЦ остров мечты пожалуйста ребята гугл вам в помощь ну вы что в двадцать первом веке же наберите в гугле остров мечты все просто так в блок всего доброго удобно спать с такой прической а я делаю гульку вот так вот прям большую вот здесь вот завязываю и спать ложусь нормально да Крис как ты относишься к критике в свою сторону я к критике отношусь адекватно стараюсь относиться адекватно если она действительно вовремя действительно нужная и не не тогда когда ее вообще там знаете и не просят и не спрашивали и вообще она ненужная ваши розыгрыши это всегда правда это всегда правда всегда у меня очень много подписчиков которые получили подарочки на дом 2 точно не надо разобьют пару херам да никто не собирается никто туда и не звал нас зачем туда идти читаю коменты люди вы совсем с ума посходили без без бестактная невоспитанная ужас вы представляете мое лицо я поэтому директ вообще не открываю вот знаете слово совсем я очень редко туда захожу вот прям вообще очень редко потому что когда ты открываешь директ у тебя волосы становятся дыбом просто такое пишут мама не горюй вот лучше вообще туда не заходить меня есть дела поважнее если честно крис какой подарок подарить я не знаю мы думали об этом пока не знаю не знаю не могу сказать что это не знаю если не знаю что это будет была когда-нибудь на украине если да то в каком городе привет с киевом была в киеве я была тогда маленькая Мама приехала От МВ на семинар Мы с Инной, Инной, мамой и я Мы были в Киеве И я помню, единственное Мы пошли с Инной гулять И женщина Так разговаривали Смешно, я маленькая была Мне, наверное, лет 11, наверное, было Я как младенька была Они так разговаривали Вроде и на русском, а вроде и не на русском Я стою на нее, смотрю А она там Здравствуйте Вроде по-русски, вроде не по-русски И мы ходили в этот В кафе Два гуся назывались Вот, как сейчас помню, Два гуся Тебе не кажется, что проблема Не в твоем бывшем, а в тебе Все стараются от тебя отдалиться И ветер тоже Ребят, я к этому отношусь спокойно Дело не во мне А дело в моем бывшем Да, вы правильно сказали Вы правильно подумали Дело не во мне Дело в нем Раз с него так бабы шарахаются Это раз Во-вторых Если люди отсеиваются от меня То Это даже плюс Это даже хорошо Значит, это не мои люди А мама кем работает? Мама, у меня изумруд основатель Бизнеса Эмвей Привет Стой за алкоголь Любишь Бакарди И опироли Люблю А это ваш ребенок Или приемный? Я просто новенькая Здравствуйте Нет, это ребенок Моей сестры родной Инна Мишель и Мадина Это ее детки У меня детей нету Остается 1 минута 57 секунд До конца эфира Давайте повторяем А с каким вкусом Больше нравится Эшкюди Арбуз Много в месяц На себя тратить Много Надо уже как-то Подумерить Свои аппетитки Директор Разошел со своей девушкой? Нет Почему не было Розыгрышей у Инны? Потому что Она все подарки Разыграла Во время гива Что такое Бакарди? Это Ром Собачек продали Да Уже все Да Ты говорила имя беременной И ради для тебя И тишина Что-то непонятно Зайдите-ка И не задавайте ей вопросы Пожалуйста Это был сбой Какой изгиб ресниц? Ой, не знаю Честно, ребят Знаете, как я прихожу На ресницы Я говорю Сделайте мне, пожалуйста Ну, что типа Под натурели Вот чуть-чуть Подлиннее, чем было Изгиб Вот такой Ну, вот Чтобы мне Вот сюда Вот смотрели Можно так, да? Спасибо Все Все Это все, что я прошу Сколько маникюр стоит? Не знаю До свидания Ну, все Ладненько Пока Целую вас 24 секунды Продолжение следует